Приветствую вас, друзья! Вы находитесь на канале Бру Питер, в канале о недвижимости в городе Санкт-Петербург. Сегодня мы записываем долгожданный ролик, в котором обсудим, что же произошло с ценами в 2021 году. Год уже закончился и можно подвести некоторые итоги. На самом деле, когда я готовился к ролику, аналитики, ох уж эти аналитики, да, говорили диаметрально противоположные вещи. Кто-то говорит, что цены рухнут, кто-то говорит, что цены будут подниматься дальше, кто-то говорит, что у нас уже остался только остаточный спрос, чтобы это вообще не означало для меня, например, загадка. Термин «стагфляция» у нас есть, то есть это когда и стагнация, и инфляция одновременно, да, то есть, ну, тоже такую себе терминология. Еще очень интересно, я наткнулся на интересный, знаете, скриншот вам вот выведу на экран, да, вот два этих скриншота, сделанные с разницей в 12 дней. То есть, ну, полнейший разброд и шатание, вообще непонятно, что будет, что было, что будет, чем, собственно, сердце успокоится. Итак, давайте мы попробуем, во-первых, сегодня поговорить о цифрах, сколько сейчас в среднем стоимость квадратного метра по каждому из районов. И в конце подведем итоги и сделаем выводы. Вообще, что нам-то? Нам-то, обычным людям, кто хочет себе приобрести жилье в Петербурге, может быть, уже живет в этом замечательном городе, может быть, еще только собирается на переезд. Пакует чемоданы, живет на коробках и смотрит мои ролики с тем, чтобы, эх, рано или поздно я стану санкт-петербургцем. Я, кстати, вам напоминаю, что постановка лайка под любым-любым роликом на канале Про Питер, во-первых, существенно повышает, я даже ровно видел статистику, на 7,5% повышает шансы приобретения жилья в собственность по хорошей цене. Это вы понимаете знак. Если вы наставите много лайков, шансы повышаются существенно. Ну и в целом очень хорошо и положительно отражаются на карме. Итак, давайте будем говорить о цифрах. Какие только прогнозы нам не приходилось слышать от всевозможных аналитиков. Мнения, мягко скажем, разошлись и звучали взаимоисключающие прогнозы. Как то, цены рухнут, цены взлетят, цены уперлись в потолок, цены пробили психологическую отметку. Есть мнение, что сохранится остаточный рост. Это вообще что такое остаточный рост? Бред. Уже начавшаяся стагнация приведет активную часть рынка к вынужденному демпингу. Господи, мастера формулировок. Стоп. Давайте спокойно и, главное, понятно поговорим о том, что тут происходит с ценами и, главное, какие выводы можно сделать и какие советы можно дать на будущее. Итак, поехали. 2020 год был знаковый. Начало пандемии. Все учились жить в новой реальности. И на рынке недвижимости, пожалуй, в самом живом и чувствительном рынке это тоже отразилось. Цены росли и способствовали этому следующие факторы. Как то, низкие ставки по ипотеке, панические настроения в обществе, высокий и при этом растущий курс доллара. Все указывало на то, что из рублевых накоплений надо бежать и бежать как можно быстрее. Сбережения нужно срочно спасать и решать квартирные вопросы надлежит как можно быстрее. Итог. Было реализовано колоссальное количество квадратных метров и была уверена, что все хорошие квартиры уже проданы. Кто хотел себе купить, все себе купили. Рынок выдохся. Пожар прогорел. Ажиотаж спадет и рынок ждут времена тихие и унылые. Так утверждали все экономисты и аналитики, буквально перебивая друг друга. Они предсказывали обвал рынка, падение спроса, драматическое удешевление квадратного метра. Чуть аккуратнее звучали прогнозы практикующих специалистов. Ждали, если не обвала, то как вариант стагнации или замедления и остановки роста цен. Но сходились все в одном. Так продолжаться не может и не будет. В 2021 шансы у лавинного спроса и растущих цен просто не осталось. Но 2021 год нас удивил. И цифры по Питеру таковы. 175 тысяч рублей за квадратный метр. Но тут важна не сама цифра, а то, что стоимость квадратного метра выросла почти на 30 тысяч рублей. Или на 21 процент, если мы говорим в процентах. За 5 последних лет цены взлетели и вовсе на космические 73 процента. И самый сильный скачок произошел как раз в последний год. Но самое удивительное заключается в том, что все это происходит на фоне падения доходов населения. В регионах этот процесс начал приобретать поистине катастрофический масштаб. На языке экономистов это означает глобальное падение покупательной способности. Почему же? Почему? Спросит пытливый подписчик. Почему квартиры продолжают дорожать, а люди продолжают переезжать в Петербург? Отвечу кратко на последний вопрос. Экономическая ситуация в стране. Бюджеты в регионах пусты. Все больше городов России попросту банкроты. Это сказывается на уровне образования, медицины. Молодежь не видит перспектив и покидает родные города. При этом Москва чересчур дорога и фактически недоступна большинству населения. А Петербург продолжает быть безальтернативной гаванью. Как и для Дальнего Востока России, так и для средней полосы. Основная же причина роста цен по-прежнему не бывала доступна ипотека. За счет программы Господдержка 2020, которая получила свое продление. И несмотря на то, что объемы выдачи ипотек и количество сделок к концу года снижается, цена как на первичном рынке, так и на вторичном рынке продолжает свой рост. Новостройки как локомотив тянут за собой цены и на вторичное жилье. Большую часть года процентная ставка по новостройкам в 2021 году составляла не более 6,5%, а у отдельных банков даже ниже. Власти пытались помочь строительной отрасли во время пандемии, однако привлекательные условия кредитования привели к повышенному спросу. Оценив, что можно приобрести жилье большего метража и большей комфортности, не увеличивая ежемесячные платежи, люди бросились скупать квартиры. Ажиотаж первой половины 2021 года и привел к росту цен. Может показаться, что когда стоимость квадратного метра к концу 2020 года взлетела до небывалых высот, должен был начаться отток покупателей. Но этого не случилось. Правительство объявило о том, что пересмотрит условия льготной ипотеки или вовсе отменит ее к июлю 2021 года. Поэтому покупатели, желая запрыгнуть в последний вагон низких ипотечных ставок, продолжили приобретать квартиры. Еще одна причина повышения стоимости – растущие издержки застройщиков. Ну, во-первых, повысились цены на строительные материалы. Очень сильно поднялись, кто занимается стройкой, знает. Во-вторых, после введения системы скроу-счетов, девелоперы были вынуждены перейти на проектное финансирование. То есть деньги на стройки берутся у банков и за это приходится выплачивать проценты. В-третьих, из-за ограничений, связанных с коронавирусом, сократился приток трудовых иммигрантов и начался дефицит дешевой рабочей силы. Кроме того, на рынке первичной недвижимости заметно сократился объем предложений. По сравнению с 2018-2019 годами, когда проекты выводились десятками, в 2020-2021 годах наблюдается обратная тенденция. Строительные компании продолжают реализацию крупных проектов и изредка выводят в продажу новые объекты. Дефициты жилья в Петербурге пока не наблюдаются, однако ограниченность ассортимента способствует дальнейшему разгону цен. Нельзя забывать, что Санкт-Петербург крупнейший город и его масштабы не позволяют ему быть настолько однородным. Город растет и все чаще приходится делать оговорки о какой части города именно идет речь. Итак, новостройки Петербурга по районам. Средняя цена. Пушкинский район. 115 тысяч за квадратный метр. В городе Пушкине возводится мало новостроек, зато в состав Пушкинского района входит поселок Шушары, который является основной локацией застройки и формирует ценовой диапазон. По-прежнему ощущается нехватка социальной инфраструктуры, но зато много предложений по доступным ценам. Курортный район. 120 тысяч рублей за квадратный метр. Курортный район один из самых живописных в Петербурге. Здесь есть все, что может радовать глаз и сердце покупателя. Леса, побережье Финского залива, озера, низкая плотность населения. Строящихся объектов здесь практически нет. И в основном застройщики реализуют квартиры в уже сданных домах. Несмотря на возможность получить ключи сразу и приятные условия для проживания, цены на квартиры в курортном районе более чем доступны. Но это пока. Давайте немножко подождем. Колпинский район. 130 тысяч рублей за квадратный метр. Петродворцовый. 135 тысяч рублей за квадратный метр. В Петродворцовом районе на сегодняшний день преимущественно сданные проекты с возможностью скорейшего заселения. Ну практически вторичка. А вот в Колпинском районе возводятся комфортные жилые комплексы, в которых можно подобрать подходящую квартиру. По сравнению с прошлым годом цены на жилье здесь существенно выросли. В Колпинском районе на 21%, в Петродворцовом на 39%. В Красносельскому, Невскому и Красногвардейскому району примерно одинаковые цены за квадрат. Порядка 150 тысяч рублей. Цены с конца 2020 года в этих районах выросли на 18-28%. Ну те же 30%. Здесь ведется интенсивное строительство. Интерес покупателей поддерживается за счет крупных проектов, комплексного освоения территории. Застраиваются бывшие промышленные зоны. На Октябрьской набережной, Новосергиево, территория на северо-востоке за КАДом, кольцевой автодорогой. В этих жилых комплексах самая доступная стоимость квадратного метра, что и обеспечивает спрос. Однако в этих районах реализуются и респектабельные проекты бизнес-класса. С хорошим видом из окон и повышенным уровнем комфорта. Выборгский район. 167 тысяч рублей за квадратный метр. Такого разброса цен невозможно найти ни в одном другом районе города. Например, в Парголово и на Парнасе жилье стоит дешевле благодаря удаленности и плотности застройки. А вот ближе к центру, в районе станции метро Выборгская, возводятся исключительно дома бизнес-класса. И ценник там, конечно же, на порядок выше. В этом году застройщики вывели в продажу несколько проектов в Выборгском районе. По сравнению с прошлым годом цены выросли на 19%, но нужно отметить, что они никогда не были дешевыми. В Приморском районе, в Московском районе средняя цена за квадрат 177 тысяч рублей. Приморские и Московские районы на протяжении нескольких последних лет являются очень востребованными у покупателей. Чем ближе к центру Петербурга строятся дома, тем выше в них класс и стоимость. Но даже в расположенных в глубине этих районов жилые комплексы отличаются стоимостью на уровне средней по городу или даже чуть выше. Рост цен с декабря 2020 года произошел на 18-22%. Василий-Островский район 190 тысяч за квадратный метр. И Фрунзенский район то же самое, 196 тысяч рублей за квадратный метр. В этих районах цены на новостройки выросли почти на 30%. Традиционно цены здесь очень высокие. Это объясняется близостью к историческому центру города. Районы престижные, почти у всех жилых комплексов прекрасные виды из окон, развитая инфраструктура и хорошая транспортная доступность. Адмиралтейский район, переходим все ближе к центру, 230 тысяч рублей за квадратный метр. Вдумайтесь в эту цифру. Этот район показал очень существенный прирост стоимости за последние 6 месяцев. На 36%. Все строящиеся объекты расположены практически в центре и относятся к бизнес-классу. Квартиры в таких домах отличаются нестандартными планировками и повышенным уровнем комфорта. Отдельные застройщики, осваивающие бывшие земли промзоны за метро Фрунзенская, попытались внедрить принципы масс-маркета в свои объекты и сделать жилье в Адмиралтейском районе более доступным. Петроградский район. 300 тысяч рублей за квадратный метр. В тех местах, которые петербуржцы привыкли называть Петроградкой или Петроградской стороной, что более правильно, реализуется в основном старый фонд. Здесь практически нет места для возведения новых домов. Лишь изредка появляются точечные элитные объекты. Основное строительство сосредоточено на Петровском острове, который также входит в Петроградский район. С начала года рост стоимости составил примерно 20%. Итак, центральный район. Самый лучший, самый дорогой. 312 тысяч рублей за квадратный метр. Безусловным лидером предсказуемо стал центральный район. Впрочем, периодически он отдает пальму первенства в Петроградской стороне. Здесь лишь несколько строящихся объектов и много непроданных квартир в уже сданных домах. По такой-то цене не мудрено. Жилье в центральном районе подорожало почти на 40%. С июля 2021 года изменились условия программы господдержка 2020. Увеличилась процентная ставка и уменьшился максимальный размер кредита. Если раньше в ипотеку можно было взять до 12 миллионов рублей для Петербурга и Москвы под ставку 6,5%, то сейчас банк выдает кредит до 3 миллионов рублей под 7% годовых. Новое правило уже отсекли большую часть желающих воспользоваться льготной ипотекой, поскольку для текущих цен на жилье в Петербурге 3 миллиона рублей это совсем немного. Можно констатировать некоторое снижение спроса на новостройки. По мнению ряда аналитиков, количество заявок, поступающих в Сбербанк на одобрение снизилось более чем на 50%, то есть в 2 раза. А Сбербанк является абсолютным лидером рынка и цифры эти очень показательны. Что же это означает для рынка в целом? Все просто. Оживление рынка вторичного жилья. Здесь новостройки потеряли свою уникальную привлекательность. Итак, друзья, давайте пройдемся по основным выводам. Давайте очень тезисно. Первое. Цены растут, и несмотря на противоречивые факторы, спрос на новостройки снизился. Причины? Ну, они очевидны. Заоблачные цены и изменения льготной программы ипотеки. Второе. Спрос на вторичку стабильно высок. Причины? Ну, понятно. Недоступность, возможности покупки себе новых квартир первичного фонда. Ну, и не готовность ждать, потому что пока дом достроится, нужно снимать. Одним из главных факторов роста цен в Петербурге был, есть и будет приток иногородних покупателей. Ну, давайте попробуем сделать прогноз. Прогноз. Цены продолжат расти, но чуть медленнее из-за замедления рынка. Объем предложений на рынке будет снижаться. Мы сейчас говорим, конечно же, про новостройки. Прошлогодний уровень московских цен на квартиры постепенно становится нашей новой реальностью. Итак, друзья, давайте все-таки мы еще порассуждаем, а почему же цены в Петербурге растут так галопирующие, словно кони по летнему полю. На мой взгляд, все достаточно просто и достаточно очевидно. То, что в Петербурге, если плохо, то во всей остальной России вообще, хочу сказать слово из четырех букв, но нельзя. Нас смотрят дети. И на самом деле, если с этой точки зрения посмотреть, у нас есть ровно четыре города, которые продолжают рост населения. Это Москва, Петербург, Краснодар и Сочи. Все остальные теряют свое население. Для меня, человека, который практикует это каждый божий день, я говорил, говорю и буду говорить. Если у вас есть необходимость в приобретении себе собственной квартиры, нужно это делать прямо сейчас. Очень смешно было читать комментарии под роликом осенью 2019 года, когда я говорил, что друзья мои хорошие, дорогие, цены будут расти. И, конечно же, там очень много людей написали, да это же риэлтор, это же понятно, что он так будет говорить. Ну, все понимаю, кому-то что-то же понятно. Мне лично понятно одно, что те люди, которые в то время приобрели со мной квартиры, ну, потому что я вижу только их, других я не вижу, да, ну, откуда я о них узнаю. Сейчас чувствуют себя очень хорошо и очень неблагодарны за то, что тот совет оказался им в нужное время и в нужном месте. То, что спрос на квартиры снизился, ну, это очевидно, потому что он не может быть все время постоянно высоким. Но, по моим наблюдениям, ситуация тут такова, что если человек покупал что-то для спекуляций, для того, чтобы купить, потом продать или что-то еще, да, таких людей стало гораздо меньше. Потому что даже цена входа стала гораздо выше. Если раньше можно было о чем-то говорить там с двумя буквально миллионами, тремя, то сейчас, конечно, цифры другие 5-6 миллионов, наверное, имеет смысл о чем-то разговаривать. Ниже уже такое спорно. Это будет натягивание той самой совы на тот самый галобус, которая, в общем-то, может и не натянуться. Но жизнь-то ведь, несмотря на ковид, она же не остановилась. Все так же институты набирают для себя студентов. Вот уже полтора года как. Точно так же люди, у которых замечательные умные детки поступают в замечательные петербургские институты, выбирают переехать вместе с детьми для того, чтобы семья не распадалась даже на времени, чтобы они могли жить здесь вместе со своими детьми. Точно так же люди, у которых где-то в Самаре свой небольшой свечной заводик, продают все, приезжают сюда и на эти деньги покупают здесь замечательное жилье. И я думаю, что ошибкой было бы предполагать, что квартиры стоимости 30 миллионов плюс, 50 миллионов плюс не найдут своего покупателя. Они найдут своего покупателя. Просто понятно, что это не массовый сегмент. Но я просто даже смотрю по своим сделкам, такое бывает довольно часто. Еще, еще необходимо отметить, что, скажем так, вот меня иногда спрашивают, Юра, Юра, хорошо, ну что делать-то, что делать, покупать, не покупать? Но на этот вопрос я уже ответил, что если нужно покупать, покупайте. Если вы решили поспекулировать, то, наверное, эти времена прошли безвозвратно. И я думаю так, что в Петербург постепенно превращаются в Москву. Я об этом говорил три года назад, я об этом говорил два года назад, я об этом говорю и сейчас. И, соответственно, очень скоро, ну, в течение буквально 10-15 лет, в масштабах истории это просто секундочка, да, цены подтянутся до уровня московских. И, в принципе, все будет стоить примерно одинаково. И как сейчас для многих жителей нашей необъятной родины, переезд в Москву сразу покупкой себе жилья является просто запредельной мечтой, в Петербурге будет точно так же. Хотя сейчас еще осталась возможность приехать и купить себе за 6 миллионов, например, двухкомнатную квартиру шаговой доступности от метро. Не пройдет и 10 лет, таких цен не будет. И даже те брежневки, от которых многие сейчас моршат нос и говорят, ну, это же старый фонд. Я вам напоминаю, в Петербурге словосочетание старый фонд относится к жилью, которое построено при царях. После 1917 года это уже все новый фонд. А все старый фонд, это вот до революции. Потому что это Петербург. Именно за это мы его и любим. Но вместе с тем я понимаю, что скорее всего новые квартиры, которые будут в будущем проектироваться, будут так или иначе откликаться на спрос покупателей. А что же хочет наш замечательный покупатель? Покупатель хочет недорогую квартиру. Соответственно, допустим, она вполне может быть на уровне 3,5 миллионов. Но если сейчас мы можем купить, например... Что мы можем купить за 3 миллиона? Да черт его знает. Ничего уже толком не можем. Нет, ну так если серьезно прикинуть, что, например, будут какие-то очень-очень маленькие студии. Да, допустим, внутри Када. Но вы же понимаете, что то, что формально Санкт-Петербург, ну, например, Кронштадт, это же тоже район Санкт-Петербурга. Он де-факто Петербургом не является никак. И вы будете пользоваться ровно той инфраструктурой, которая есть только на этом маленьком острове. Но по прописке город Санкт-Петербург. Но внутри Када есть еще очень много неосвоенных земель. Вот туда за каменку, вот туда, туда, туда еще можно строить, строить, строить и строить. И там еще таких комплексов, как Парнас, можно построить не один десяток. И к чему это приведет? К уменьшению квадратных метров квартиры каждый. То есть, ну, раньше были студии по 30 квадратных метров, потом по 25, но будут по 20, а то и по 18. Увеличению квартир на этаже, для того, чтобы сэкономить у нас места общего пользования и тем самым снизить стоимость. И увеличению этажности. Я понимаю, что очень многие скажут, Юра, это будет кошмар. Я понимаю, что это будет не очень. Но, тем не менее, цена там будет сохраняться, ну, например, на уровне 3,5 миллионов за студию. Что, в принципе, будет более или менее доступно для большинства населения нашей Родины. Это всего лишь рассуждение глупого риэлтора. Верить, конечно же, мне не стоит. Но те, кто хочет решить свой жилищный вопрос и понимает, что ему нужен грамотный специалист, точнее, компания, которая у меня есть, приходите, ребят, все сделаем. Напоминаю вам, что услуги по подбору новостроек бесплатно. Плюс для наших клиентов мы делаем обязательно прием квартиры в подарок и оформление документов после того, как вы купили квартиру. Все почему-то про это забывают, что после того, как вы получили ключи, вам нужно еще квартиру эту зарегистрировать. Мы это тоже делаем в подарок своих клиентов. Ну что ж, друзья, спасибо вам. Подписывайтесь на канал. Я надеюсь, не утомил вас цифрами. И если вам понравился подобного рода ролик с аналитикой и множеством-множеством цифр для очень-очень подробных и дотошных людей, ставьте лайк. Так мы будем понимать, что идем в правильном направлении. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»